С сегодняшнего дня вступает в силу запрет, который вынес Россельхознадзор на ввоз в Россию эстонской молочной рыбной продукции. Данное решение стало результатом проведенной инспекции 11 предприятий, которые, как оказалось, не отвечают стандартам и требованиям стран, входящих в таможенный союз. Теперь эстонским бизнесменам предстоит серьезная борьба за то, чтобы эта продукция вернулась на восточный рынок. Сразу 11 эстонских производителей, среди которых такие известные, как Терре, Эстовер и Сарама Пима Тойстус, с 9 января прекратили экспортные поставки в страны таможенного союза, который сейчас включает в себя Россию, Белоруссию и Казахстан. Как сказано в отчете Россельхознадзора, речь идет не о качестве продукции, а ее соответствии ряду требований, которых нет в ЕС, но которые установлены в таможенном союзе. Именно поэтому в ветеринарно-пищевом департаменте нашей страны считают запрет на экспорт чрезмерной мерой. Для того, чтобы продукция эстонских производителей вернулась на прилавки магазинов у наших восточных соседей, необходимо провести ряд анализов, на что уйдет несколько месяцев. К тому же, сами по себе эти анализы удовольствия не из дешевых. В производстве рыбной продукции только один анализ стоит около 2000 евро, а сделать их предстает от 70 до 80. Сильный удар получила компания «Истовер», которая экспортировала в Россию около четверти своей продукции. И хотя сами бизнесмены говорят, что в решении российских властей нет политической составляющей, уже раздается мнение о том, что это далеко не так. О том, как политика и экономика взаимосвязаны между собой, и как в этом ключе выглядит сложившаяся ситуация, смотрите в программе «Новости бизнеса», которая выйдет в эфир Первого Балтийского канала сразу после завершения выпуска новостей Эстонии. Продолжение следует...